Всем привет, с вами снова славный дружебломов. Давненько у нас не было всякого рода Испании, всяких чурросов, паэлья. Вы знаете, почему я сказал чуррос и паэлья? Потому что заведение так называется. Чуррос и, мать его, паэлья. Люблю я паэлью. Обычно она, правда, не доезжает. То есть паэлья, нормальная паэлья на здоровенной такой сковородке, она офигенная, когда только подали. Такая же штука из ризотто. А паэлья и ризотто абсолютно разные по структуре, но они одинаковы в одном. Они, типа, в доставках не доезжают. Сейчас проверим. Так вот, заведение называется Чуррос и паэлья. У них есть группа ВКонтакте, называется она... Ну, типа... Я, что, пока оператор среагирует, у него пинг, видимо, секунд шесть. Я вот так делаю. Смотри, смотри, смотри. Я вот так делаю. А! Я смотрю, и что ты меня сыгрешь. Я ж такой, типа, х**ть. Ну, ладно. Ну, как это... Не каждый день Саня пингует нормально. Ну, ладно. И у них есть группа. Испанская уличная еда. Питер. Лиговский проспект 98. Твой шанс побывать в Испании. Вы знали, что вы можете побывать в Испании на Лиговском 98? В любой непонятной ситуации чуррос. На самом деле, мне нравится это описание. Посмотрите. В любой непонятной ситуации чур. Вот. В любой непонятной ситуации чуррос. Что бы, черт возьми, это значило? Очень важно. Еда уже стоит за кадром. Поэтому очень важно не тупить долго. Поэтому идем в комментарии, пишем. Еда с такой-то секунды. Иначе оно там совсем в кашу превратится. Смотрим. Так. Хорошо. А здесь что-то немножечко протекло. Ну да бог с ним. Комплектейшн. Блин, теплое все. А, здесь не то, что протекло. Здесь у нас обжаренные вот эти вот чудесные масляные палочки. Ну да бог с ним. На втором пакете тоже якобы что-то протекло. На самом деле там ничего не протекло. Это маслянистость от вот этих вот коробочек. Которые, кстати, не очень красивый шрифт. Но все равно красивее, чем пишу я в почерк. Комплектация. Посредственная. А где салфетка? Нет, просто здесь эти самые. Но салфеток там нет. Салфеток нет внутри. Короче, комплектация отстой. А салфеток нет вообще. Ладно. А где мои салфетки? Ну серьезно, че ты подери? Я в своей доставке прикладываю вот такую вот пачку салфеток. Ну ладно, давайте, погнали. Дорогие друзья, сумма заказа у нас сегодня из Чуррос и Паэлия. Почти 5 тысяч рублей. 4 тысячи 700 рублей. Угадайте, кто за все платит? Платит за все вот этот пацан. Как вы проставляетесь другим людям на свой день рождения? Ну, как поляну накрываете, чтобы вам было хорошо и друзьям круто? У маркетплейса Озон день рождения. А чтобы кайфанули с этого вообще все, очень скоро там стартует о распродаже. Вы можете заказать там все, что угодно с огромной скидкой до 85%. Не опоздай, там скидоны только с 14 по 25 июня. Озон знают все, это маркетплейс, которым пользуются миллионы людей. Я лично постоянно что-то покупаю на Озоне, или для тренировок, или для кулинарии, потому что ассортимент там просто огромный. Да-да, там есть и товары для спорта, и корм для животных, и электроника, и одежда, и вообще куча любых товаров, от мебели до стекла на смартфон. Так что переходи по ссылке в описании. О, распродажа будет с 14 по 25 июня. Что я могу сказать? С днем рождения, маркетплейс Озон! И когда я говорил, платит за все этот пацан, я имел в виду то, что вы увидели, платит за все спонсор. Ладно, давайте посмотрим сначала на паэлью, потому что это самое-самое важное, и оно не должно превратиться в кашу. Итак, дорогие друзья, паэлья с чернилами каракатицы. Вот такая вот штуковина, не знаю, что вы там видите, но эта фиговина супер черная, и она стоит почти 1000 рублей за 370 грамм. Здесь почти полкило, а не знаю, имеет ли смысл ее крутить. Ну ладно, чернила каракатицы, эх, могли бы семку за 1000 рублей удалить. Прямо скажу, достаточно дорогая паэлья, но... А из чего она? Что это? Кусок кальмара? Ну окей. Народ, это, возможно, была неплохая паэлья, но сейчас это уже более-менее слипшийся рис, в который накидали черри, который при доставке дали еще больше влаги. А где мясо? Где креветки? Я понимаю, что здесь это рис, чернила каракатицы, а где белковая составляющая, помимо двух с половиной колечек кальмара. Это съедобно, но это очень странно. Я ни разу не видел паэлью с кукурузинами. Здесь идет консервированная кукуруза. Я не вижу здесь морепродуктов, помимо нескольких колец кальмара. И это как с паленой кучей. Окей. Народ, я не знаю. Я паэлью хорошую ел несколько раз в жизни. Салфетки приходится брать из загашников. Да, чернила каракатицы красят все руки, вот это вот все. Но дело не в этом. Пофиг на чернила каракатицы. А где морепродукты-то? А, я нашел одну креветку. Я нашел одну креветку с неудаленной какахой. Твердую, как говно мамонта. Просто. Ее не просто передержали. Рисовая каша. Если вы это заказываете... Ну ладно, хорошо. Если вы это заказываете с доставкой, у вас это будет рисовая каша. С активированным углем. Какой-то кукурузой. Одной креветкой. Блин. И двумя кусочками. Окей, народ. Я хотел бы сказать, что в заведении это вкусно, но это просто плохо. Здесь супер мало морепродуктов. Оно все превратилось в кашу. Причем здесь консервированная кукуруза. Все, погнали дальше. Народ, есть эмпанадосы. И эмпанадосы... Тут три эмпанадоса по 65 грамм. 36,18. Короче, 200 грамм должно быть эмпанадосов примерно. Ну, окей, предположим. Они стоят по 150 рублей. То есть, это у нас с трюфелем, с тунцом и с лопаткой. Либо наоборот. Давайте я посмотрю. Вот это, по-моему, с трюфелем. Выглядит странно. 150 рублей за микро лепешечку. Никакого трюфеля там нет. Это обычные грибы-шампиньоны. С небольшим добавлением трюфельного масла. То есть, это шампики с небольшим добавлением трюфельного масла. Ну, одна лепешечка с шампиками за 150 рублей. Не знаю. Следующее. С тунцом. Точно-точно. Это эмпанадос с тунцом. Пробуем. Ну, консервированный баночный тунец в лепешечке. Барбекю. Попробуем. Окей, барбекюшная история вкусненькая. Но только, опять же, это, ну, как сказать, за 150 рублей ты получаешь небольшую такую, вот такую небольшую лепешечку. И в ней какое-то абстрактное мясо, непонятно какое, сбрызнутое барбекю соусом магазинным. Вот и все. То есть, это вкусненько, но у меня есть ощущение, что оно должно быть хрустным. Хрустящим. А оно прям, это размякшая лепешка. Ну, пацанов, как бы, пацаны доставляют. Они говорят, что у них есть доставка. Окей. А у нас дальше идет суп сарсуэлла. 870 рублей за 300 грамм супа. Ну, 380, все, относительно, ну, небольшая такая штуковинка. Как понять, где у них ложка, я не знаю. Где-то они должны были ложку приложить? Нет? Ну, где-то должна быть ложка. А, ложка отдельно. Так, ложка есть, врать не будем. Тут и окунь, и осьминоги, и креветки, и чертишь. Эй, как всегда, господи, как всегда. На какой хер мне вот там раковина-то эта? Скажите мне, пожалуйста. Что у нас идет в этой фольге? Надеюсь, что-то... За 870 рублей они к морскому томатному супу даже не смогли обжарить булочку. Это просто кусок булки. Просто кусок булки обычный. Просто кусок булки мягкий. Ну, то есть, это кусок булки. Они даже не прижарили его. Посмотрим. Какие-то куски креветок, куски... Это что? Это, типа, просто шмат розмарина. Просто веник розмарина. Твердый с еловым привкусом розмариновым веник розмарина. Прямо в супе валяется. Ладно, попробуем. Это не очень вкусно. Они что-то недочистили. То ли креветки от говна недочистили. То ли что. То есть, еще один веник розмарина. Привкус, как это рыбные требухи какой-то. То есть, в принципе, то ли у них клювы у осьминожиков, то ли, я не знаю. 870 рублей. Томатный суп. И оно все как бы переварено. То ли из мидии они вот эти волосины не достали. Такой, знаете, речной привкус. У меня вопросы. Почему это стоит 870 рублей? Зачем мне там ветки розмарина плотные? Почему не обжарить хотя бы кусочек булки? Почему у этого такой привкус? В плохом смысле речной. Ладно. Давай дальше. Тортилья де пататес. С чоризо. О, это типа картофельная запеканка или около того. Выглядит как картофельная запеканка. Но 350 рублей за 150 грамм стоит. Какая-нибудь с граммовками все нормально. Смотрим. Ну. Народ, это картофельная запеканка. За 350 рублей. Пробуем. Это вкусная. Хорошая. Слегка колбасненькая картофельная запеканочка. Слегка теплая. С микроколбаской. Но которая стоит как большое полноценное блюдо. Ну, я имею ввиду из доставки. Это неплохо. Просто в основном это картошка. С послевкусием колбаски. Но прежде чем мы продолжим. Наша постоянная рубрика. Ваши комментарии из-под предыдущих славных обзоров. Итак. Михаил Басарев пишет. Промотал минутку спонсора. Вот ты сука. Вот ты сука. Реально. Ну спонсоры же, блин, народ. Ну вот все это шоу, все эти заказы. Вот там, не знаю, хочет немножко денег получать оператор. Машуня привозит заказ на автомобиле. Бензин, все дела. Ну, камон. Ну, а вы проматываете минутку спонсора. Ну, что вы за... Ладно, бог вам судья. Третий день сижу на унитазе. Да. Промотал минутку спонсора. Три дня сидишь на унитазе. Три дня поноса. Это факт. Еду заказываю прямо в туалет. Туалетная бумага закончилась. Салфеток привозят мало. Славный дружи, сними, пожалуйста, проклятие. Как это? Ахалай-махалай. Отменяю твой понос. Но, народ, проматывать минутку спонсора, это прям последнее дело. Андрюха Большой пишет. Как бы тебя понос не прихватил, подсолнух ты питерский. Да, на самом деле, прихватывает бывает. Даже не только за счет того, что, ну, ты ешь какие-то плохие вещи. А, например, ты ешь какие-то сливочные лососи, какой-то там, не знаю, там, паэлья, еще что-то. То есть, у тебя не сочетающиеся какие-то штуки, там, селедка с огурцами, с молоком. Условно говоря, все блюда сделаны по-разному. И да, иногда рвет днище. Но, как говорится, активированный уголь мне в помощь. Александр Дорошкевич щемит меня. Хватит вечно прибедняться. Нищий он. Чувак, если не прибедняться, деньги не придут к тебе. Понимаешь? Каждый раз Катя задает вопрос. Сколько ты зарабатываешь? Нужно отвечать. В два раза меньше, чем заслуживаю. Меня этому Хова научил. Ну, и титанические комментарии от Ника ХЗ. Логику в комментах ему подавай еще. Все, зажрался в конец уже. Но это правда. Это правда. Скорее рак на горе свистнет, чем я увижу логику в комментах. Ну, да ладно, продолжим. Друзья, дальше идет странная позиция. Называется курица в соусе чилиндрон. Да, так и называется. Курица в соусе чилиндрон. И 700 рублей это стоит. Выглядит, как куриный гуляш. Типа из столовки. Но 700 рублей это стоит. Но здесь у нас явный недовес. Должно весить 400 грамм. Что-то не доложили. Курица. Ну, смотрите, вот это просто картошка. Это просто картошка, как это называется, по-деревенски. Просто картошка. Немного недосоленная. Ни розмарина, ни тимьяна, ничего. А вот у нас чилиндрон. Это просто самый обычный куриный гуляш. Курицы мало. Буквально пару-тройку кусочков. Кути бедра. И там идет лук, перец, по-моему, чесночок и все. Это загущено там мукой. Еще просто банальность. То есть, это даже не какой-нибудь там чухохбили или еще что-то. Просто банальный куриный гуляш. Но названный чилиндрон с недовесом и за 700 рублей. А, да, вот чеснок есть. Вот он, чесночок. Это вкусно. Если бы мне такое подали в столовке, рублей за 200, я бы такой. Ммм, покушали где-то на трассе между Москвой и Питером. Ничур рассыпали за 700. Народ, простите меня, серьезно, это очень банально. Бутерброды. Три бутерброда. Значит, вителло. Ну, бутер. Окей. Хамон. Ну, бутер. Булка заварная, эклерная. И барбекю. Так, все должно весить по 200 грамм. Странно, но мне кажется, что здесь нету 200 грамм. Здесь нету 200 грамм. Здесь нету 200 грамм. Даже на ощупь понятно, что нет 200 грамм. Посмотрим. Хамон. Тонко нарезанная груша. Хамон-салат. Хамона кот наплакал. Супер тонко нарезанный. Ладно. Народ, идея неплохая. Сочетание груши с хамоном всегда хороша. Но это, оно уже жухлое. Эклерная булка уже супер мягкая. Серьезно. 700. Сань, 700 рублей. Да пошли. Народ, 700 рублей. Я просто думал, что 200, я не досмотрел. 700 рублей. У вас просто идет булочка с салатом. И 2,5 кусочка тонкого теплого хамона. Это стоит, дайте угадаю, все остальное такое же. Консервированный, блин, тунец. 500 рублей. Лопатка барбекю. Сколько же здесь лопатки? Столок. Нифига, это не лопатка. Столовая ложка лопатки. Залитая барбекю соуса. Это одно из самых блюд по цене. И потому что ты получаешь вот эти вот. О, у нас не булка. У нас это эклерное что-то там. Только это обычное заварное тесто взошедшее. Нет, мы не можем тост с хамоном продать за 700 рублей. А если это эклерная булка, которую мы типа сами выпекли, которая стоит 3,5 рубля, то 700. Народ, я немножко понимаю в ресторанном бизнесе. Я никогда не сравниваю свое заведение с чужими. Но, блин, здесь сделаю исключение. У меня за 700 рублей вот такой хот-дог. Там мясо, там сосиска. Ну, то есть, это здоровая вот такая фиговина на мягкой булке. Там много мяса внутри. Там сосиска, там соус, там овощи. А здесь ты получишь бутербродик со столовой ложечкой мяса. Понимаете? Я понимаю, что у всех зарплата. Я понимаю, что у всех аренда. Но есть какой-то выход за грань. Ладно, все, короче, забейте все. Чуррос с горячим шоколадом. Шоколад. И чурросы. Должно быть 140 грамм. Опять недовес. Чурросы. Итак. Палочки с жареного теста за 300 рублей. Я думаю, стоимость этому не в России, а в... Ты когда последний раз в Европе был? В октябре. Сколько стритфуд стоит в Европе? Ну, в среднем, типа, ты что-то там берешь, там, за 6-8 евро. То есть это цены европейские? Ну, типа, какой-то бутер, там, маленький. Это цены европейские. То есть чуррос 300 рублей сколько? 5 евро, типа. Ой, уже меньше. Это 3,5 евро или типа того. Цены как в Европе, но мы живем в России. Я был в Испании, по-моему, 2 раза был. Один у нас в Испании, один у нас на Мальте был. Это, типа, почти Испания. Там есть... Там тоже мало вкусной еды, на Мальте, по крайней мере. В Испании получше с этим. Там прям паэлья в Испании, в самой, много где вкусная. На Мальте мало где вкусная. Да? Но... Фишка в том, что мы живем в России. И тебе какой-то скомканный рис за сколько он там, ёшки-матрёшки. И тебе какой-то скомканный рис с двумя креветками и двумя колечками кальмара тебе втюхивают за 1000 рублей. И ты такой... Ну, это же рис. Нет, это паэлья. Кальмар же уже переварен. Это паэлья. Да говно же в креветках. Нет, это паэлья за 1000 рублей. Но мы-то живем в России, где за эти деньги, за 250 рублей, за 1000 рублей можно 4 шавермы купить. Хороших. А там просто рис, подкрашенный чернотой. И когда тебе говорят, типа, а у нас вот, значит, как вам, бакадильо. Это же просто бутер в эклерчике. Нет, это бакадильо, хамон с грушей за 700 рублей. Там хамон почти не чувствуется. Обычный покупной хамон, который вот, то есть, типа, вот из... Не из пятерочки, ну хорошо, а в пятерочке не продается хамон. Вперек впереке, да, хамоны нарезки продаются. Но они такие, типа, ну, ну окей, 700 рублей. Это бакадильо. Курица в соусе чилиндрон. 700 рублей. Так это же как обычный, дешевый, столовский куриный гуляш. Нет, это курица в соусе чилиндрон. Чурре сипаэлья. Испания. Я не говорю, что что-то здесь прямо очень плохо. Или что там, вливать, тянет, или еще что-то. Просто ничего из этих позиций не стоит своих денег. Ничего по вкусу не удивляет. И так как я был, опять же, повторюсь, в Испании два раза, это суперслабо напоминает, ну... А эта штука у нас в России, как называется, хворост? Чурросы в России называются хворост. Только он не стоит ничего. Он стоит там 100 рублей, блин, вот такой ворох в сгущенку его макай. А здесь он стоит 300 рублей, потому что это чуррос. А гренка у нас называется крутон. Тут мои полномочия все. Это абсолютно мое оценочное суждение. Ну, опять же, в Испании бывал, и там поели, прям поели. Там каждое зернышко чувствуется. Там все это сделано на большой вот этой сковородке. Там, значит, сначала в этой сковородке в масле томятся, томятся все вот эти панцири креветочные, чтобы они дали вот эту вот морепродуктовую штуковину. Там все это обжаривается очень последовательно, для того, чтобы у тебя и морепродукты были мягенькие, и зернышко к зернышку, и все это в соусе, особая текстура. Тебе здесь привезли кашу 950 рублей. И тут 70, извиняюсь. Царяныч, я так и не понял, зачем у них суп с морепродуктами отдает прямо речной рыбой в плохом смысле. Не тухлятиной, знаете, ну, речная рыба вот этими всякими карасями, вот такое, блин, как его, Серсуэла, да? Но 870 рублей за него просят. Они даже булку поджарить, сука, не... С вами славный дружиобломов. Кушайте много, кушайте вкусно, огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Всем пока. Эээ, да, народ, у меня нету продажных обзоров, я никогда не делаю антирекламу, это просто плохо. Извините, чуррос и паэля, я надеялся вкусно поесть за эти деньги. Это разочаровывающе плохо.